Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, мы находимся с вами снова в Паду. Это магазин JobUbeTik. У них прекрасный инстаграм. Можете вдохновляться тем, что видите там. И сразу могу сказать, что когда я зашла в магазин, конкретно эта рубашка, которая на ваших экранах, именно она обсуждалась в WhatsApp, то есть обсуждалась длина, как ее можно носить. И так вопрос о том, что покупают, что предпочитают итальянки. По всей видимости, итальянки готовятся к пляжному сезону. Сегодня будет хорошая, красивая подборка как раз-таки пляжной одежды и также купальников. Ну что ж, у меня льняной комплект, который состоит из блузы. Она может быть с темно-синей вышивкой, может быть вот с такой вышивкой белого цвета. Льняные брюки, которые очень свободны, очень комфортны как раз-таки именно летом, на море. В таком наряде ты можешь спуститься на завтрак. Сейчас это для многих актуально спуститься на завтрак в отеле, где-нибудь на берегу моря. И можешь сразу же отправляться в пляж. И также с пляжа ты можешь пойти непосредственно в город и где-нибудь перекусить, пообедать, как часто бывает. То есть эта одежда универсальная. Она подходит как для пляжа, так и для города, так и для того, чтобы находиться в этой одежде внутри помещения. Кстати, это большая проблема найти подобную одежду, потому что она либо слишком прозрачная, либо слишком короткая, либо очень много кружев, которые дают слишком сильную прозрачность. Поэтому вот одежда для пляжа для очень многих, даже здесь в Италии, это действительно большая сложность найти что-то, что будет служить тебе в течение всего дня. Возможно, только к вечеру ты переоденешься, при этом это будет красиво, при этом это будет за адекватные деньги. Это платье я вам уже показывала, но мне очень понравилось. Оно есть в белом, в оливковом, в бирюзовом, также в коралловом цветах. Меня попросили показать ценную марку. И посмотрите, подобные вещи, я, кстати, об этом говорила в прошлом году, это действительно очень хороший ход. Они прекрасно, подобные вещи, то есть пляжные, казалось бы, для пляжа предназначенные вещи, они прекрасно потом кочуют у итальянок как раз-таки в осенний гардероб, когда мы вернулись с моря, но мы еще загоревшие, еще очень жарко, а первые две недели сентября еще очень жарко днем, уже прохладно ночью. Соответственно, все это можно компоновать, например, вот так, те же самые сандалии, которые мы использовали в городе на море, та одежда, очень часто блуза, которую мы использовали на море, плюс джинсы, плюс, допустим, леггинсы. Одна из самых больших проблем, с которой я столкнулась, отправляясь на пляж, это также натуральные ткани. Казалось бы, что может быть проще, льняное платье, хлопковое платье, но тем не менее найти что-то красивое из натуральной ткани, это очень сложно. Чаще всего ты находишь что-то красивое, вот, например, подобное, но это из синтетики. Подобные платья в Италии очень популярны, если вдруг вы будете отправляться на отдых, в каком бы возрасте вы ни находились, имейте в виду, что вам понадобится вот такое платье туника. Кстати, такое платье тоже можно носить тем, кто чуть постарше, с брюками белыми, со стрелкой. Вы наверняка вспомните подобный стрит-стайл, такого стрит-стайла было очень много, и именно так одеваются в прибрежном городе. Туника плюс брюки со стрелками, это если говорить о выходе на вечер. Короткие платья очень популярны, кстати, мне очень понравились вот такие жакеты. Я нигде подобные не видела, они тоже из натуральной ткани, как правило, стопроцентных хлопок. Это те жакеты, пиджаки, о которых я часто рассказываю в последнее время, упоминаю их, они очень сложные. Ты берешь в руки, думаешь, насколько это самостоятельная, полноценная и однозначная вещь. Но тем не менее, я заметила, что именно если это пиджак, не принтованная сложная блуза с рюшами, не брюки, допустим, тоже какие-то очень сложные с геометрическим принтом. А именно если это пиджак, даже не жакет, пиджак, то есть мужской крой, либо очень похожий на мужской крой, вот такие вещи прекрасно приживаются. Я до сих пор не распознала алгоритм их внедрения такого стопроцентного в любой гардероб. Раньше подобных вещей я избегала, например, как то, что сейчас на ваших экранах. Это тоже такой пиджак пончо, но такие вещи прекрасно вживаются. Попробуйте твидовые пиджаки, их сейчас очень много, они прекрасно. Я услышала у одного блогера женятся с теми вещами, которые уже имеются в гардеробе. Обратите внимание на твид, его очень много, желательно, чтобы он был из натуральных волокон. Сейчас мы выходим на лето, очень много твида, как раз-таки из хлопка. Твид из хлопка, конечно же, стоит гораздо дешевле, чем твид из шерсти. Джинсовые рубашки. Люблю всем сердцем. Для меня образы деним плюс деним, как сейчас на ваших экранах, это одни из самых любимых образов. Это может быть деним плюс деним. Вариации блуза, рубашка плюс юбка, либо шорты. Не обязательно брюки, как в данном случае, не обязательно джинсы, кстати, как в данном случае. Подобные блузы. Тоже в прошлом году на них обращала внимание. Они фактически скроены из двух квадратов, либо из двух прямоугольников. И их любит любой возраст здесь, в Италии. Именно летом потрясающе смотрятся подобные блузы. Удлиненные они могут быть как мини-платье. С поясом их носят те, кто помоложе. Те, кто постарше, носят их тоже с брюками, с брюками со стрелками. Вот они есть в нескольких цветах. И, повторюсь, длина может быть разного у этих блуз. Длина совсем классическая, как, допустим, сейчас у меня в руках. Посмотрите, кстати, интересно. Эта блуза предложена вот с такой юбкой. То есть это именно такой молодежный образ. Но такие блузы вы наверняка вспомните. Они с таких полупрозрачных тканей часто шьются. И фактически это действительно два квадрата сшитые таким образом, чтобы можно было носить как блузу. И это то, что очень популярно. Хотя традиционно даже у меня подобные блузы ассоциируются с неким, ну, очень элегантным возрастом и даже с чем-то очень немодным. Но опять же, летом мы видели, как здорово эти блузы. Они, как правило, цветные, ярких расцветок. Принт имеют, летящие полупрозрачные ткани. Как здорово они смотрятся. Вот действительно, и с джинсовыми юбками, и с шортами. И прекрасно смотрятся на тех, кто постарше, с брюками, со стрелками. Было очень много таких вариантов. Подобные юбки я очень люблю. Я ношу их, как правило, не летом, а именно весной, когда уже достаточно тепло. Люблю с худи. Я вообще люблю что-то черное сверху. Это Ирмано Шервино. Посмотрите, какой красивый хлопковый свитер. Кстати, хлопковый свитер тоже днем с сыщешь. И вот подобный хлопковый свитер белый. Я с подобными юбками тоже вижу. Но я люблю с черным верхом, летящую такую укороченную юбку, короткую мини. И, допустим, сапогами летними. Мне очень нравится. Мне так комфортно. Летом подобные юбки я не очень люблю. Также еще потому, что я очень много использую велосипед летом. Мы лето проводим на море. И на море я всегда передвигаюсь на велосипеде. Неудобно в таких юбках. К тому же они слишком деликатные. Как правило, такие юбки красиво смотрятся, если они из шелковых тканей, то есть органза, допустим. На ваших экранах снова пиджак, жакет, пальто легкое летнее наподобие твида ткань. Обратите, пожалуйста, внимание. Именно в этом видео очень хорошо. Видна магия маленького черного платья. Оно универсально. На него все ложится, все садится. Это прекрасная база. Даже для такого, посмотрите, пальто. Казалось бы, оно полупрозрачное. Но я примеряла. Смотрелось очень и очень здорово. Давайте посмотрим, что еще предлагает Эрману Шервину. Конечно же, футболки. Почему бы нет? Конечно, те, кто знает Эрману Шервину, эту марку любят ее, скорее всего, за очень красивый микс кружева, шелковых летящих тканей и чего-то более сложного, очень часто спортивного. Эта куртка мне очень понравилась. Она для меня стопроцентно отражает стиль Эрману Шервину. У меня было несколько платьев. Они были сделаны как платье-свитер и отделаны кружевом. Кружево используется высококачественно. Эту марку я очень люблю. Кстати, ее достаточно сложно найти в самой Италии. Не очень многие магазины работают с этой маркой. Снова могу сказать, что вот такой образ, который сложился, юбка, но здесь у меня платье, плюс вот такая ветровка. Это то, что я очень люблю. Редко так сама одеваюсь, но на других мне очень нравится. Я вообще очень люблю ветровки. И даже вот с такой вариацией черное платье. строгое классическое, плюс подобная вещь я бы носила. Я, кстати, очень люблю еще, когда, знаете, вот таким образом скроен пиджак, либо ветровка, это куртка, все что угодно. Может быть, легкое короткое пальто, когда оно достаточно узкое в плечах и слегка расширяется к низу. Такая вещь очень красиво, смотрится со спины, очень комплиментарно и очень-очень многим подходит украшать. Ну что ж, мои прекрасные зрители, благодарю бутик Joe Piu за гостеприимство. Я надеюсь, мы скоро с вами сюда вернемся и увидим много всего интересного, модного и красивого. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока!